Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Добро пожаловать. Я верю и молюсь о том, чтобы сегодня вы узнали что-то новое из Божьего Слова. Говоря о Божьем Слове, давайте сразу обратимся к нашей теме, которое находится в первой главе послания Иакова. И вкратце повторим второй и третий стих, а затем перейдем к четвертому стиху. Возьмите ручку, бумагу, откройте Библию и приготовьтесь записывать, потому что сегодня вам будет что записать. В первой главе послания Иакова пастор Иаков обращается к верующим, которые в результате гонений переживают трудные времена. Они потеряли жилье, потеряли работу, и оказались в крайне сложной ситуации. И теперь они пытаются понять, как им пережить эти неприятности. Начиная со второго стиха Иаков, дает им ряд практических советов, практических рекомендаций о том, как им выйти из той трудной ситуации, в которой они оказались, и вновь обрести радость и победу. Это очень полезная тема. Итак, мы начнем с первой главы и перечитаем второй стих. Здесь сказано, «С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Мы уже обсудили второй стих, но я хочу, чтобы мы еще раз обратили внимание на слово «когда». Иаков пишет, «С радостью принимайте, когда». Он не говорит «если». Он говорит, «Когда впадаете в различные искушения». По-гречески это слово стоит в сослагательном наклонении, что в данном случае означает нечто такое, что, скорее всего, застигнет вас врасплох и станет полной неожиданностью. Употребив это слово, Иаков сообщает нам, что вопрос не столько в том, может ли это случиться с нами, сколько в том, когда это произойдет. Если бы мы могли поступать по духу на все сто, то смогли бы уклониться от любых дьявольских ловушек. Если бы мы поступали по духу в ста процентах случаев, то мы бы всегда принимали правильные решения. Но никто из нас не живет по духу все время. Мы к этому стремимся, и мы делаем успехи, но нам предстоит долгий путь, а до тех пор в нашей жизни будут возникать различные ситуации, когда дьявол застигает нас врасплох, или мы принимаем неверные решения, которые усложняют нашу жизнь. И вот Иаков говорит, «Если это случилось, у вас должен быть четкий план действий. С радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Слово «впадаете» — это греческое слово «перипепто», где «пепто» означает «упасть вниз головой», а «пери» — «попасть в окружение». Это всеобъемлющая проблема. Другими словами, это не просто какой-то пустяк. Это что-то настолько серьезное, что куда ни глянь, эта проблема окружает вас со всех сторон. Вы буквально находитесь в осаде, настолько, что ситуация окажется вам безвыходной. Иаков пишет, «с радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Затем в третьем стихе он пишет, «зная, что испытание вашей веры производит терпение». Где слово «испытание» — это греческое слово «докемадзо», которое можно перевести как «испытать» или как «доказать». Дьявол устраивает нам проверку на прочность. Он хочет нас сломать. Когда мы провозглашаем свою веру, например, вы начали исповедовать божественное здоровье, дьявол прекрасно слышит ваши слова. Он видит вашу веру. В этот момент он подходит, и «докемадзо» устраивает вам проверку и смотрит, а не расходятся ли ваши слова с делом. Вы действительно серьезны в своих намерениях. И он атакует вас болезнями, пытаясь вас сломать, наблюдая за тем, а не удастся ли ему заставить вас отказаться от своих слов. Он устраивает вам проверку и подвергает вас испытаниям. Но это греческое слово «докемадзо» также можно перевести и как «доказать». Когда дьявол испытывает вас, когда сама жизнь испытывает вас, вместо того, чтобы спасать перед трудностями, это ваш шанс доказать свою веру. «Ну хорошо. Ты хочешь знать, из чего я сделан? Сейчас узнаешь. Ты хочешь увидеть серьезность моих намерений? Сейчас увидишь». Для вас это возможность отразить атаку и доказать подлинность в вашей вере. И перевести это можно так. «Доказательство вашей веры производит терпение». Слово «терпение» — это то, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы узнали, что, оказывается, это не самый лучший перевод. Никому не нравится терпеть. И это слово лучше перевести как «выдержка». «Доказательство вашей веры производит выдержку». Слово «выдержка» а в синодальном переводе «терпение» — это греческое слово «хупомено». Это одно из моих любимых слов в Новом Завете. А ранняя церковь называла его «королевой всех добродетелей». Вы спросите, а почему они его так называли? А вот послушайте, и вы поймете, почему. Оно состоит из двух греческих слов, где первая часть этого слова — «хупо», означает «быть под чем-то». Например, «нести тяжелый груз», что-то очень тяжелое. Вторая часть этого слова «мено», что значит «я остаюсь». Это твердое решение. Это мое место, и я никому его не уступлю, никому не отдам. Я заранее все обдумал и решил, что бы ни случилось, я не отступлю и не сверну со своей позиции. А если соединить их вместе, слово «хупо» и слово «мено», то выходит потрясающе. «Хупо» — кто-то, кто несет тяжелый груз. Но «мено», несмотря на всю его тяжесть, я «мено», я принял решение, что не сойду со своего пути. Это человек, который не отступает перед обстоятельствами. Вот почему ранняя церковь называла терпение королевы всех добродетелей. Они понимали, что если у вас есть это качество, эта черта, то вопрос не в том, сумеете ли вы победить трудности. Вопрос лишь в том, когда это случится. Потому что когда у вас есть «хупомено» — терпение, когда вы обладаете выдержкой, то сумеете перенести любые трудности. Вы сильнее обстоятельств. И единственный, кто сдаст свои позиции в этом случае, — это дьявол. Единственное, что изменится, это ваши обстоятельства. А вы останетесь недвижимы, как гора, потому что внутри вас есть эта сверхъестественная черта под названием «выносливость». Кто-то назвал это стойкостью. Это сверхъестественно. Это способность выстрелить вопреки всему, что с вами происходит. Другой человек метко назвал это способностью держаться. Это божественная способность держаться, перетерпеть. И эта божественная сила, «хупомено», высвобождается в нас в тот момент, когда мы отражаем атаку. А что говорится в третьем стихе? Здесь сказано «зная что». Зная, что испытание вашей веры. Он устраивает вам проверку, но вместо того, чтобы спасать, вы даете ему сдачи. Испытание вашей веры производит, где словом «производит» описано то, что наполняет вас с головы до ног. Это перевод греческого слова «ката-эргадзо», где «ката» переводится как «вниз», а «эргадзо» означает «работать». Наподобие химической реакции. В тот момент, когда вы оказываете сопротивление и говорите «я не сойду с этого места», в этот момент Бог соединяется с вами. Из головы до ног наполняет вас каждую клеточку вашего тела чем-то настолько твердым, настолько прочным, что это делает вас непоколебимым. И это именно то, что Библия называет терпением. Это греческое слово «купомено», которое лучше перевести как «стойкость» или «выдержка». Это впечатляюще. Вот почему так важно, чтобы вы не сдавались, но отражали атаку, потому что в этот момент у вас как раз и вырабатывается эта божественная черта характера. А теперь послушайте, что пастор Иаков пишет в 4 стихе. Здесь сказано, «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Нам всем хочется быть совершенными во всей полноте и без всякого недостатка. Но для этого вам необходимо пройти первую стадию и позволить терпению проделать вас свою совершенную работу, свое совершенное действие, где слово «терпение» — это греческое слово «хупомено». Позволить стойкости произвести свое совершенное действие в вас. Выражение «совершенное действие» — это греческое слово «телос», которое описывает нечто законченное, сформировавшееся. Интересно, что в одном из переводов Библии употребляется выражение «её совершенное действие», и таким образом стойкость или терпение уподобляется женщине. Представьте себе беременную женщину. Беременная женщина вынашивает ребенка в течение всего срока беременности. Она не может остановиться на полпути и получить желаемый результат. Она должна выходить полный срок. И здесь Яков увещевает нас, чтобы мы позволили этому слову от Бога закончить начатое. А для того, чтобы оно могло закончить начатое, мы должны обладать сверхъестественной выдержкой, терпением. А когда мы читаем послание к евреям, 6.12, нам встречается очень интересное утверждение. Там говорится, что мы наследуем Божьи обетования верой и долготерпением. Люди обожают говорить о вере. Их это вдохновляет. Верой мы получаем слово от Господа. Наша вера способна творить чудеса. Вера — это всегда нечто волнующее. Но в послании к евреям, 6.12, написано «верой и долготерпением». Терпение — это то, о чем не любят говорить, и что мало кто хочет иметь, особенно в современном обществе, когда все хотят все и сразу. Но есть то, что не происходит быстро. Сначала это нужно выносить, дождаться, когда оно окончательно сформируется, и только потом придет время родов. Так устроена жизнь. В Библии сказано, «верой и долготерпением наследуют обетование». Самое интересное, что вера — это слово мужского рода. Более того, в Новом Завете оно чаще всего употребляется в дательном падеже, в вере. Это что-то, что устремлено вперед или запускает определенные процессы. Интересно, правда? А также оно мужского рода. Подобно мужчине, который является инициатором, вера — это инициатор. Она всегда устремлена вперед. Но для того, чтобы вы могли получить Божье обетование, одной веры мало. Написано «верой и долготерпением». Слово «терпение» стоит в женском роде. «Вера придает вам уверенность». Вера — это то, с чего все начинается. Но сама по себе вера не может дать жизнь Божьим обетованиям. Для этого ее необходимо поместить в чрево терпения. И только соединившись вместе, подобно мужчине и женщине, они всегда дают жизнь Божьим обетованиям. Авраам поверил, но ему пришлось ждать, и лишь вера вкупе с терпением произвели на свет Божьи обетования в жизни Авраама. О чем вы с верой просите у Бога? Верить нужно. Вера дает вам толчок и будоражит воображение, но ее необходимо поместить в чрево терпения, и только там плод получает свое развитие до тех пор, пока не придет время рожать. Часто случается так, что люди отступают на полпути. На первых порах они переживают эмоциональный всплеск, но они не понимают, что, возможно, ответа придется подождать, и что ожидание занимает какое-то время. И причин может быть несколько. Это может быть и дьявол, и обстоятельства, и даже то, что вы еще не готовы получить ответ. Но не отчаивайтесь. Иако пишет, терпение же должно иметь совершенное действие. Идите до конца, и не ослабевайте вере, пока не получите ответ. Когда вы получили ответ, это значит, что вы одержали победу. Иаков пишет, «Позвольте терпению выработать в вас и возыметь на вас свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Где слово «совершенно» — это греческое слово «телос», которое описывает нечто законченное, сформировавшееся. А выражение «во всей полноте» — это очень специфическое греческое слово, означающее «принятие наследства». Это все то, что принадлежит вам по наследству. А что принадлежит вам по наследству? Исцеление принадлежит вам по наследству. Вы — Божье дитя. Преуспевание принадлежит вам по праву, ведь вы — Божье дитя. Освобождение принадлежит вам по праву, поскольку вы — Божье дитя. Вам, как сонаследникам Христа, принадлежит множество обетований, потому что вы — Божьи дети. И в этом стихе говорится о том, как вы можете воспользоваться всем тем, что принадлежит вам как наследникам. Совершенное — это греческое слово «телос» или нечто «сформировавшееся» во всей полноте, когда я истребую все то, что принадлежит мне по праву. А в завершении своих слов Иаков говорит «без всякого недостатка». Как замечательно. Без всякого недостатка. У нас все есть. Мы сохранили за собой все то, что принадлежит нам по праву, что в конечном итоге мы ни в чем не нуждаемся. А что приводит нас в это удивительное состояние? Вера и долготерпение. Хупомену. Хупомену поможет нам преодолеть все трудности. Хупомену поможет нам дойти до конца, до финишной черты, до финала. Мы все преодолеем. Ведь у нас есть Хупомену. И наступит день, когда враг отступит, обстоятельства изменятся, и о нас можно будет сказать, что мы совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это то, чего мы хотим. Кто-то может сказать, «Ой, да, мы это уже проходили. Я молился, я терпеливо ждал, я все сделал, и я до сих пор не получил ответ. Пастор Рик, скажите, почему у меня не получилось?» Хороший вопрос. И это действительно важный вопрос. Обращаясь к нам, Иаков говорит следующие слова в своем послании. Иакова 1.5. Он говорит, «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Заметьте, что в 5 стихе говорится, «Если же у кого из вас недостает мудрости». Где слово «недостает», это греческое слово «лэйпо», которое описывает кого-то, у кого есть лишь часть информации, но нет всей информации. Он видит картину лишь отчасти, а не целиком. Может статься, что это ваш случай. И возможно, что вы до определенной степени уже знаете, что именно вы не до конца сделали, чтобы получить ответ на свою молитву. Но вы не видите всего. Есть что-то, что вы не замечаете и в чем еще не до конца разобрались. Иаков говорит об этом «недостает». Если же у кого из вас недостает мудрости, где слово «мудрость» это греческое слово «софос», которое лучше перевести как «проницательность» или «интуиция». Возможно, вам недостает проницательности, и поэтому вы еще не получили свое обетование. Если вы видите картину лишь отчасти, и в чем-то вы уже разобрались, но пока еще не видите всего, вот что означает слово «недостает». Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога. И слово «просят» здесь — это греческое слово «айтео», что по сути означает «потребовать». Это слово, которое передает право сына или дочери просить что-либо у родителей. Как ребенку вам дано право обращаться к родителям с вопросами. И здесь Иаков использует это слово «айтео», потому что мы сыновья и дочери Бога, и мы имеем право просить у Бога. И Бог хочет, чтобы мы это делали. Он говорит, «Если же у кого из вас недостает мудрости, пусть попросит, айтео, пусть потребует, вы имеете право попросить». Можно попросить. Но есть одно условие, одно требование, которое Бог нам выдвигает. Допросит у Бога. Выражение «у Бога» очень важное. Было бы лучше перевести его как «рядом с Богом». Рядом с Богом. Бог ответит на все ваши вопросы. И это действительно так. Если мы выполним Его условия, Бог ждет, чтобы мы находились рядом с Ним. Чтобы мы забрались к Нему на колени и прижались к Нему покрепче. Но большинству из нас это не нравится. Мы предпочитаем прочитать книгу, это хорошо. Читать книги хорошо, или посоветоваться с пастором, или обратиться к другим источникам в поиске ответа. Но чтобы приблизиться к Богу, мне придется заплатить за это слишком дорого. Какова цена? Когда вы приближаетесь к Богу, Он ответит на все ваши вопросы. Но раз уж вы пришли, Он может показать вам то, о чем вы Его не спрашивали. Что-то в вашем характере, что должно измениться. Бог может показать вам намного больше того, о чем вы просили. Иаков это знает. И он говорит, Бог желает щедро благословить вас и все вам рассказать, но, возможно, Он пожелает коснуться и других вопросов. И если вы хотите услышать Бога, вам придется позволить Ему изменить вас. Вам придется приблизиться к Богу. И если вы выполните это требование, Иаков говорит, что Бог ответит на все ваши вопросы. Если кому-то недостает мудрости, если кто-то не видит полную картину и хочет понять, почему его вера и терпение не действуют, пусть такой человек приблизится к Богу и спросит. Спросит Бога, потому что мы вправе это делать. Иаков пишет, да просит у Бога, дающего всем просто или щедро. Иаков говорит, что Он тот Бог, который дает. Он Бог, который щедро раздает себя людям. Слово просто или щедро буквально означает, что Он делает это без торга и каких-либо хитроумных манипуляций. Он делает это щедро, без принуждения. Он не говорит, ну, проси меня еще, и возможно я снизойду и открою, что тебе нужно. Бог не торгуется с нами. Он лишь ждет, когда мы приблизимся к Нему. И если мы приблизимся к Нему, Он откроет свои объятия и покажет нам все то, что нам нужно знать, и кое-что еще. Но Он точно покажет нам то, о чем мы Его просим. Иаков пишет, «У Бога, дающего всем просто и без упреков», где «без упреков» — это греческое выражение, означающее, что Он не попрекнет нас за нашу просьбу. Некоторые люди боятся просить у Бога. Они боятся Его побеспокоить. Но Библия говорит, что Он не укорит нас за нашу просьбу. Как-то раз ко мне за советом подошла женщина. Больше часа она рассказывала мне о своих проблемах. Я спросил, «А вы молились об этом?» Она ответила, «Ой, я не хочу беспокоить Бога своими проблемами». Я подумал, «Ну, конечно, лучше бы беспокоить меня. Но я не рентген. Я не обладаю таким зрением, что могу разглядеть любые скрытые изъяны в вашей жизни и увидеть то, что скрыто от посторонних глаз. А Бог может. Он все видит. И если мы у Него попросим, если мы приблизимся к Богу, Бог во всей Своей славе покажет нам те изъяны, те недостатки в нашей жизни, которые мешают нам получить обещанное. Он даст нам точный ответ, которым мы нуждаемся и не попрекнет нас за нашу просьбу. Мы сыновья и дочери Божьи, и мы вправе у Него попросить. Написано, что Он дает всем просто и без упреков, а это значит, что Бог хочет, чтобы мы просили. Однако мы должны просить с верой. Вот почему в 6-м стихе говорится «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Можно подумать, что раз Он говорит «Но допросит с верою», значит, сейчас Он даст Своему читателю определение веры. Но вместо этого Он говорит о вере с точки зрения того, на что вера не похожа, чем она не является. Он говорит, что сомневающийся, тот, кто не верит, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Если вам доводилось бывать на море, вы знаете, на что похожи волны. Они постоянно находятся в движении. Вот они вздымаются и в этот момент производят сильное впечатление. Но вот они достигли своего пика и в этот момент они, словно обессилев, возвращаются обратно в морскую пучину. И вот они снова вздымаются. Это не новая вода, это все та же вода, но уже в другой концентрации, в новой волне. И вот она снова подымается и достигает своего пика и с грохотом обрушивается вниз, растекается. А на подходе уже новая волна. Это все та же вода, которая поднимается на гребне в новом месте, снова и снова, снова и снова. И Иаков говорит, что человека, который не тверд в своей вере, легко узнать, потому что он подобен морской волне. Сегодня он молится об одном, он так убедителен, что кажется еще чуть-чуть, и он получит ответ на свою молитву. Но в этот момент он снова начинает сомневаться, что он не совсем то имел в виду. Он колеблется, а потом ты снова его встречаешь, и вот уже он молится о другом, он так убедителен, его слова наполнены верой, и кажется еще чуть-чуть, и все изменится, но в этот момент он снова начинает сомневаться, его убеждения постоянно меняются. Я бы сказал, что очень тяжело попасть в движущуюся мишень. Это напоминает некоторых людей, когда они молятся. Еще вчера они молились об одном, а потом передумали. Назавтра они молятся о другом, но у них не хватило терпения, и они снова передумали. Но вера твердая, она неизменная. И вот Иаков пишет, «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, но допросит с верою, не уподобляйтесь морской волне, которая постоянно меняет положение». Далее Иаков пишет, «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». И дело не в том, что Бог не хочет благословить этого человека. Бог желает благословить каждого человека, но он не может этого сделать, потому что люди постоянно меняют свою позицию. Тяжело попасть в движущуюся мишень. Не двигайтесь. Вера неподвижна. Она не двигается с места, но твердо стоит на своем. Далее в 8-м стихе Иаков пишет, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Где двоящиеся? Это греческое слово «дисукас». Приставка «ди» означает «два». Сукас «душа». А если соединить их вместе, то это означает «двоедушного человека». В природе такого не существует. Это аномалия. Это можно перевести как «двухголовый человек». Это природная аномалия. Если бы к вам в дом неожиданно зашел человек с двумя головами, двухголовый человек, и головы начинают спорить между собой, одна говорит «пойдем туда», другая «нет сюда», две головы никак не могут договориться и тянут человека в разные стороны. Иаков пишет, что человек с двоящимися мыслями не способен принять решение. Человек, у которого нет согласия с самим собой, постоянно меняет позицию. Он проявляет неуверенность в том, о чем он молится. Иаков говорит о таком человеке, что он духовный уродец. если вы человек, который постоянно меняет свою позицию, если вы проявляете нерешительность в молитве и никак не можете определиться, то знайте, Бог желает сделать вас целеустремленным человеком, человеком, который знает, чего хочет. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Где не тверд, это греческое слово, означающее спускаться или отступать. Как кто-то, кто спускается вниз по лестнице. В его жизни нет роста. Нерешительный человек постоянно деградирует. В его жизни происходит спад. Постоянные сомнения разрушают вашу жизнь. Иаков пишет во всех путях своих. Слово путь здесь это одос, означающая дорогу. Все те жизненные пути, которые вам предстоит пройти. Неуверенность проявляется в чем-то одном, но входит в привычку, постепенно проникая во все сферы вашей жизни. Вот почему вам так важно научиться твердо продолжать верить, придерживаться одной точки зрения и не допускать нерешительности и двоедушия. Вера неподвижна. Терпеть значит оставаться неподвижным. Когда вы стоите на одном месте, не идете на уступки, вопрос не в том, получите ли вы свое обетование, а в том, когда это случится. Ваша вера и ваше терпение помогут вам дойти до конца. Вот почему в послании Иакова 1.4 написано, чтобы мы позволили вере возыметь в нас свое совершенное действие. А я хочу напомнить вам, что мы здесь для того, чтобы молиться за вас. И мы очень серьезно к этому относимся. И если вы попросите нас о молитве, я вам гарантирую, что наш молитвенный отдел будет от всего сердца молиться за вас. Для связи с нами воспользуйтесь информацией на экране. Сообщите нам о своих нуждах, и мы будем молиться. Но прежде чем закончить, я хочу напомнить вам слова Эклисиаста 8.4, где Библия говорит, «Где слово Царя, там власть». Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин